Ух, ребят, чувствую, я сейчас отстреляюсь наконец-то, поэтому давайте без лишних прелюдий начнём игру. Создаём персонажа, создаём прекраснейший мир, не советую на мастер-моде, потому что он немножечко кривовато сделан, и плюс ко всему будет усложнять только ванильных мобов и боссов. Ну и начинаем игру. А игру мы начинаем с того, что мы выкидываем ненужные вещи из мешочка и строим себе небольшой домик. Самое ключевое слово это небольшое. Главное, чтобы тут были и НИПы, недалеко от вас все нужные станции для крафта, и мы начинаем выживание. Сразу скажу, в начале игры вам придётся неплохо так поформиться, но это того стоит, чтобы побеждать следующих боссов просто на изичах. Что ж, первым делом добудьте либо в шахтах, либо в таких вот интересных планетоидах 15 кристаллов жизни, можно меньше. Из оружия это кристаллин, обязательно, именно его мы делаем. Если же не хватает денег на кристаллин или просто временем, вульфрум вынажить тоже как вариант. Ну и вебболы это вспомогательное оружие. Аксессуары без перековки, вот эти 5. Если же вы не можете найти вот этот аксессуар, потому что он очень тяжелого находится, то меняем его на ровердрайв. Что касается брони, то тут либо комплект гладиатора, либо комплект снежного разбойника. Этот крафтится намного дешевле, чем этот фармится. Зелье кальция нужно для того, чтобы дать тебе иммунитет к падению. Если же у вас эта броня, то вы и так будете неуязвимы. Ну и быстро пройдемся по зелиям. Эти 2 используются ночью. Если вы делаете не ночью, лучше их экономьте. Следующие 6 обязательно крафтим и используем. Ну а дальше, либо зелия невидимости, либо зелия тени. Если вы более богаты, мажорчик. Зелия тени это того стоит. Ну и вот эти 2, если у вас есть время и силы их фармить. Это не обязательно, далеко не обязательно. Мой вам совет, потерпите до скелетрона, а там же сделайте их из орбов, которые падают в кровавую луну. Для строительства арены используем зелье строителя и маронитовую броню. Теперь мы готовим абсолютно любую еду и строим здесь грибной биом для битвы с крабулоном. И также собирание грибочков, крафта вот таких зелий. Используя веб балл и призмарин, спокойно уничтожаем этого босса. Обязательно используем и крафтим крюк, потому что без него здесь никак. Главное не скупитесь на длину арены. С этого ложка нам нужно только 2 вещи. Это вот этот расходник, который ускоряет ваш адреналин. И это оружие. Меняем его на призмалин, а это все снова выкидываем. И теперь уже переходя на нормальную арену, ночью призываем глаз ктулху. И побеждаем его с помощью этой штуки. Формим его до тех пор, пока не выпадает нам щит ктулху. И после его убийства отбиваем нашествие Серный Дождь и крафтим себе это. Ну а также этот сет брони. Он просто великолепен на данный этап игры. Ну и теперь мы перековываем это на нормальную чару, отбив нашествие гоблина. И крафтимся тероботинки. Или ботинки чуть похуже. Это в принципе не принципиально. Ну и надеваем щит ктулху вместо облачка. Если вам же облачко очень сильно нужно зачем-то, то можно поставить его вместо этого классера. Как по мне и без бутылочки спокойно справляешься с игрой. Теперь идем в рандомный багрянец, где нам нужно установить арену. Ну я вот так это по-по-по-по-по-по сделаю. Если у вас искажение, то убивайте цисту искажения. Так как у меня багрянец, я убиваю цисту багрянца. И призываю босса перфораторов. Лайфхак боя, когда жив хотя бы один червяк, он не таранит вас. И это можно использовать в бою. Но не оставляйте больше одного червяка в живых. Не советую. Если есть настроение, можете поформить слизневое седло с короля слизней на данном этапе игры. В принципе я справляюсь спокойно и без него. Теперь в мире появляется аэролит, добываем его и крафтим одно из этих оружий и эту броню аэроспека. Тут есть прикол, что если вы хотите играть за какого-то стелс-генератора, то берете какое-то количество из этих четырех аксессуаров на стелс. Если же нет, если вы нормальный человек, то берите просто эти пять, которые у нас остаются теми же. Ну и теперь же по классике идем к данжу, призываем здесь скелитрона и расфигачим его с помощью нашего оружия. Не советую брать второе, я тут немножко передумываю. Теперь у нас появляется возможность скрафтить вот такую вот штучку, флакон с огнем. Из всех аксов мы меняем только крылышки и избавляемся от камушек, он нам больше не пригодится. Ну и если вы будете бить только стелсами, то можно заменить этот аксессуар на этот. Ну а мы собираемся бить как нормальные люди, поэтому оставляем все так же. Теперь мы спускаемся в бездну, берем следующие шесть предметов с собой. И уже здесь, открывая теневые сундуки, мы должны найти рыбу лев. И уже ее мы используем в битве. И уже теперь с помощью этой штучки мы призываем бога слизни и побеждаем его с помощью рыбы льва. Из лайфхаков побеждаем вначале полностью одного слизня и уже потом другого. Иначе они оба разделятся и будут некрасивы. Отлично, красный побежден, теперь уже идет очередь пурпурного. Рыба лев это самое лучшее оружие на данном этапе игры за все классы, не только за разбойника. Поэтому эта битва оказалась максимально простой. Все что нам нужно с этой битвы это гель. Остальное можно выбрасывать. Ну конечно же я утрирую, вам еще нужно делать броню статиджила из этого материала. И уже с этим комплектом мы пойдем в бой со стеной плоти. Теперь мы достаем из затерянного моря в лаборатории Дрейдона микросхему. Вот такую вот станцию перезарядочную. И вот с помощью фабрик, которые производят нам из воздуха просто батарейки, мы их накапливаем и заряжаем здесь оружие, диск. Ну и вот с такой экипировкой, быстро пробегусь, я иду в бой со стеной плоти. Одно из двух оружий берем с собой. Ну а дальше уже кинув куклу Вудугида в лаву, убиваем стеночку. Это будет максимально просто за этот класс. И да, пару моментов. Рыболев прекрасно против стены плоти, если вы делитесь на большой арене, широкой такой, где она не может сжаться. А если она сжатая, то диск будет лучше, так как диск дамажит именно по площади. В принципе его можно и вовсе не крафтить. Ну и теперь мы переходим в долгожданный хардмод. Здесь мы сразу же делаем броню титана, которую можно поформить с мобов в новом астральном биоме. И следующие шесть аксессуаров я вам советую. Вы можете использовать вместо вот этих двух аксов, что им быть на урон или на защиту. Эти аксы на стелс. Но это не только на стелс, в принципе на урон тоже пойдет. И с зельем берем следующие девять. Вот эти вот. Ну а также, кстати, сказать, что зелья ночного зрения и освещения в принципе можно и не брать. Но если вы хотите. Так как ночью боссы будут бивать немного сложнее без них. А что касается оружия, только вот эти два мы делаем на этот бой. Ну и теперь мы начинаем уничтожать ваших механических боссов. Желательно взять, например, Blazing Star на уничтожителя, потому что он просто берет стелс-атаками на изи-чер. А на других боссов мы уже используем Strife. И помните, бить стелс-атаками намного лучше, чем обычными. Но для этого вам нужно уметь целиться, потому что попасть с этой штуки стелс-атаки максимально неудобно поблизнецам. Если у вас не получается, то лучше просто стрелять вот таким образом. Это не намного слабее. Ах да, совсем забыл про Годмод. Но поверьте, битва будет максимально легкая. Битва со всеми механическими боссами. Ну и теперь сразу же делаем прекрасное оружие, как копье судьбы. Но если же оно вам почему-то не нравится, второй совет это сделать вот такую вот штучку. Но ее минус в том, что для этого вам придется немножечко поработать. Да, она немножечко более эффективна кажется, но только на первый взгляд я бы вам ее не советовал, если честно, потому что она не наводится. Но если уж вам так хочется, то ладно, ставим базу, на нее ставим компьютер. И здесь расшифруем микросхему из планетоида, таким образом ставлю сюда батарейки. Это довольно легко делается. И уже с этой схемой в руках мы сможем эту штуку сделать. Да и ее придется постоянно заряжать на таких станциях. Ах да, упси, этот аксессуар можно скрафтить до убийства последнего механического босса на мифриловой наковальне. То есть как только первый убит, мы ее делаем. Ну а теперь мы первым делом идем в Серное море и с помощью морской пищи призываем и убиваем серного бича. Акватического, ладно. После ее убийства мы убиваем эту штуку. Дальше мы отправляемся в Серный утес, где убиваем с помощью ее идола Брим. И да, сразу скажу, это будет максимально сложно. Если вы лене, то возможно пока что этот аксессуар отложите на потом. Его можно будет спустить уже после плантеры, если он так сложно убить Серного элементаря. Ну и да, сразу после всех трех механиков кушаем кровавый апельсин. Он бустит наше здоровье плюс 25 хп. Для этого вначале бустим его с помощью фруктов жизни. Ну и теперь в самом конце нам нужно будет убить Криогена. С этим проблем возникнуть не должно, учитывая ваш арсенал оружия. Ну и уже после него мы начинаем крафтить. Во-первых, вот этот комплект брони Дедала. Надеваем его. И следующие шесть аксессуаров нам нужно уже на данный момент игры иметь. Теперь мы отправляемся в джунгли к данжу Голема. И находим комнату, которая находится максимально недалеко от его алтаря. И здесь мы будем делать арену на плантеру. Самое главное, побольше. Ну и мне кажется, это просто прекрасно. Арена из трех платформ. Можно поставить рельсы, если вы умеете хукаться. Ну как сказать, это вот так вот. Браться крюками за рельсы и тем самым подлетать. Но я не советую эту тактику, если вы не профессионал в террарии. Ну и теперь просто используя порта балб. Советую вам его скрафтить, потому что это удобно. Призываем плантеру и начинаем ее атаковать с помощью нашего оружия. Сразу же после убийства крафтим этот сет брони и надеваем его. Из аксессуаров используем следующие шесть. Некоторые нужно докрафтить. Что касается оружия, то вот эти три. Одно из них крафтите и используйте. Я советую вот эти карточки. Ну и зелье. Пенумбра Паушен добавляется в инвентарь. Ну и теперь мы крафтим глазик и призываем клона Каламита, с которого вам нужно будет победить. Для продвижения по игре. Но скажу сразу, труда это не составит, поэтому расслабляйтесь. Ну и же после этого мы меняем аксессуары. Ставим вот эти два, за место этих двух. Прекрасно. И вот такой сет у нас получается. Оружие остается теми же. К этому моменту игры желательно уже будут выбить Жезл Раздора. И призываем с помощью батарейки нашего голема. Либо же крафтим старую батарейку из Каламити Мода. И призываем его уже на арене для Плантеры. Ладно, все-таки Жезл Раздор вам необходим. Призываем и телепортируемся на арену. И здесь уже спокойно убиваем его. Главное не приближайтесь к нему близко и не улетайте слишком далеко. Иначе он будет зол. Ну и от данжа далеко не уходите. Это было максимально легко. Даже легче, чем я думал. Сразу же крафтим и едим Миракл Фрюет. И можно из жучих панцирев сделать себе по желанию зелья Титана. Ну и теперь самое время задуматься о новых аксессуарах. Мы крафтим либо Хедл Ментал из Скорья Руды в Бездне. Либо Крылья Рыброна выбиваем. Но если уж фармить Крылья Рыброна, то заодно с ними и это великолепное оружие. Оно чуть ли не самое лучшее на данном этапе игры. Ну и купите вот такую вот приколюху. И замените ее на зеркальце. Зеркальце вам больше не пригодится. Ну и конечно крафтим полный сет из гидротрамической брони. И если вам лень фармить Дюка Фишерона, крафтим вот это оружие. Оно самое дешевое на данном этапе игры. И в принципе тоже довольно хорошо дамажит. Ну и теперь слегка переобувшись, мы убиваем Голиаф. До тех пор пока не выбьем с нее Малахит. В принципе этим оружием спокойно можно уничтожить следующего босса. Но если же вы хотите пофармить Малахит, то я вам пожелаю удачи. Это лучшее решение. Мне Малахит выпал с первой попытки. Если же вам не падает, то соболезную. Ну и теперь с тем всем эквипом мы идем убивать Лунатика Культиста. Мне кажется, вам у вас должно все получиться, потому что Малахит имба. Ну и теперь мы меняем этот аксессуар на вот этот. Прекрасный. Просто берем его. И вот так выглядит моя экипировка до Лунного Лорда. Можете смотреть и искать в Википедии рецепт. Либо в рецепте браузер. Из оружия можно использовать одно из трех. Либо мы оставляем Малахит. Но сразу скажу, это будет довольно сложновато сделать с помощью этого орудия. Скорее всего вам придется стелса постоянно копить. Но хотя это все равно возможно, потому что этот акс просто великолепен. Он позволяет вам делать аж по два стелс-удара за раз. Ну, например, вот так. Если же вам скучно, то советую сделать Рейдинг Стар, потому что это оружие просто прекрасно. И, ну, для этого вам придется убить Астру Мадеуса, правда. Мне кажется, этого не стоит. Оно хоть и крутое, но для того, кто не будет использовать стелс-атаки. Если вы не собираетесь использовать стелс, то лучше вы разрешаете свой вампирский талисман. Это вам не пригодится. Это только для стелс-атак. Ну, и также, как вариант, можно вместо этой перчатки взять этот аксессуар. И получим вот эти шесть. И да, обратите внимание на два пауэрапа. Один падает с разрушителя, другой с Астру Мауруса. Если вы их съедите, у вас улучшится адреналин и ярость. Также с Астру Мауруса падает вот этот вот маунт, который прекрасен для уворота от атак. И плюс с Астру Мауруса падает вот такое зелье, которое нормализует гравитацию в космосе. И позволяет вам падать нормально. Так что убить хотя бы Астру Мауруса я вам настоятельно рекомендую. Ну, и теперь просто ждем лунного лорда и начинаем от него улетать на высоких скоростях, атакуя при этом стелс-атаками, желательно с Малахита. Мы не просто так брали этот акс. От лазеров мы выращиваемся с помощью жезла раздора. И обязательно не забывайте про них. После смерти лорда мы сразу же находим на карте вот такие вот необычные планетоиды. И добываем в ней люминит и экзодиум, из которого делаем необычную империан броню. Надеваем и релокатор из жезла раздора. Теперь на кнопочку Z мы сможем телепортироваться. Это можно сменить в настройках управления. Что касается зелий, нового пока не добавляется. Зато у нас новый аксессуар. Следующие шесть я вам советую. Ну, и еще можно взять либо крылья исхода, если вам нужна скорость полета, либо ботинки Серафима, потому что они более быстрые, маневренные, если вы бегаете. В принципе, разница небольшая. Но на стражах, к примеру, крылья исхода могут получиться намного более маневренными и быстрыми. Поэтому я советую вам именно их на данном этапе игры. Они крафтятся дешевле, зато в битве с боссами они намного удобнее, чем эти ботинки. Не то, что удобнее. Они скорее просто по своей статистике, характеристикам преобладают над ними. Крафтим вот такой вот шард и спускаемся в ад, где мы уже строили арену на стену плоти. Если вы не построили хороший арену на стену плоти, то самое время призадуматься над ее строительством. Но имея на руках либо лунные кунаи, либо элементальный диск, мы начинаем этот бой. Убивать этих лошков стоит обязательно днем, потому что ночью они просто-напросто не придут к вам. Ну и здесь это, мне кажется, не так, что сложно будет, учитывая, что у вас есть механика стелса и наводящихся снарядов. Также, как вариант, стоит рассмотреть вот это вот интересное оружие. Ну и теперь уже с тем же арсеналом убиваем провидент с выпавшего ядра. Самое время поменять наши зелья, и они будут выглядеть вот примерно таким образом. И да, зелья нормализации гравитации не обязательно использовать всегда, его можно использовать только тогда, когда вы находитесь в космосе. Крафтим и едим Элдбери, крафтим самую лучшую игру в кирку в игре, Blossom Pickaxe, и одно из этих оружий. Желательно к этому моменту убить провидент в святом биоме, и выбить с нее эти крылья. Они просто превосходны на данном этапе игры, и меняем их на Серафимы. Но Серафимы не выбрасываем, они ночью пригодятся. И меняем вот этот аксессуар с этим. Элизианская гида лучше. Крафтим броню Тарагорна для этого боя. А бороться мы будем с Полтергастом. Этот босс довольно сложен, поэтому на него нужна хорошая арена. С помощью той же самой Blossom Pickaxe расчищаем здесь территорию. Стенки данжем мы покупаем у Портнова. Ну и теперь крафтим некроплазматический маяк, и в данже на такой небольшой арене, чем больше, тем лучше, спавним нашего Полтергаста. И по-быстрому его убиваем с помощью Шайтера Цсана, как по мне это самое лучшее оружие на данном этапе игры. И это бесспорно. Ну именно за этот класс, я имею ввиду. Легчайше. Это было просто. Сразу же прилетаем к мешочку и кушаем его сердечком. Ну и теперь, ребят, мы по фасту фармим с Разрушителя, либо же с мобов Сернистого Утеса, такую вот броню из кровавых орбов, которые с них выпадают. И надеваем ее на себя. Это самое лучшее броня на данном этапе игры. Из оружия одно из трех. Я вам вот просто максимально советую сделать именно вот эту штуку. Это просто имба. Также как вариант, если вам не лень убивать Старого Герцога, можете попробовать такое оружие, как Крипер. Оно превосходно атакует Пожирателя Богов, но его минус заключается в том, что, опять же таки, фармить Старого Герцога немного туговато. Но если вам не лень, то скрафтите. Все же Дамбелл будет немного даже получше в некоторых моментах. И, таким образом, это лучший вариант, но если вам лень это крафтить, делаем Дамбелл и не паримся. Аксессуары остаются теми же, и мы идем в бой. Хотя, так как будете тут бегать по платформам, возможно, лучше будет поставить именно ботинки Серафима вместо крыльев. Но это уже на ваше усмотрение. Ну и теперь мы просто отправляемся в ад, для того, чтобы убить Сигнуса. После тэпаемся в данж, где убиваем уже второго босса. Это... бесконечная пустота. Убить всех этих боссов необходимо для того, чтобы они не появились в битве с Пожирателем Богов и не навредили вам. Ну и в конце летим в космос и призываем длинного и противного червяка. Бить вначале по хвосту, а потом же по всему телу, когда он оголится. Превосходно последний Стражник Мертв. И теперь, используя Космик Ворум, призываем самого Пожирателя Богов. И из орудия я бы вам посвятовал одно из этих пяти. Тут вы просто тестите, и то, которое вам больше всего понравится, то используйте. Они все довольно прикольные и интересные. Но некоторые из них имеют наводку, другие интересные снаряды и так далее. Просто этот Дамбл, он по урону, конечно, всех превосходит, но попасть с ним по голове Дога будет довольно проблематично. Поэтому уж думайте сами, что вам лучше выбрать. Что ж, ребят, это тот самый момент, когда я скажу вам, что убить старого герцога того все-таки стоит. Да, это оружие очень мощное. Но это не отменяет того факта, что он может всего лишь с двух ударов головой уничтожить вас полностью в этом бою. Теперь вам следует отбить аж три ивента. Это тыквина луна и морозная. А также обязательно сдроньте солнечное затмение для нужных вам аспектов и материалов. Ну и же теперь, получив их на руки, крафтим следующие вещи. Это, во-первых, сет богоубийцы полный на разбойника. И вот эти семь аксессуаров. Да, очень много придется поменять местами, но это не страшно. Из оружия рекомендую использовать эти пять. Ну а рекомендую больше всего именно вот это. Как по мне, это просто лютейшая имба, которую можно юзать, ну просто, на легкие чисто. Она наносит аж под 40 тысяч урона, и это великолепно. Хотя, знаете, я бы сказал, что только эти три орудия стоят того. Я тут немного перепроверил дамаг на дамме и решил, что да, лучше лишнего не крафтить. Ах да, ребят, я выяснил, что бить этим оружием стелстаками невыгодно, поэтому этот аксессуар на стелс мы заменяем на любой аксессуар, который бустит плюс-минус урон от рога. Ну, например, 15 плюс дает эмблема. Я использую именно ее. Ах да, поставьте ваш сет бонус, God Slayer Dash, на любой из горячих клавиш. Ибо уже потом, нажав на нее, мы сможем таким образом перемещаться в пространстве. Ну и теперь мы просто убиваем псевдо дракона, рандомного. И из него выпадает такая вот штучка. Канистр, контейнер. И мы ее кушаем для буста ярости. А из выпавших перьев мы крафтимся яйцо дракона и призываем Ярона в джунглях. Но вначале подготовьте неплохую такую арену. Значит так, ребят, показываю один раз. Мы стоим куда-нибудь в центр джунглей, подготовив тут небольшую платформу. И, используя яйцо дракона, помечаем наши границы, где стоят столбы Ярона. Вот такими вот блоками. И мы в них врезаться уже не будем. И теперь мы просто заполняем блоками твердыми, по которым можно удариться, космос. И за космос мы не улетаем во время всего боя. Иначе это смерть. Дальше вам обязательно нужно будет простоять здесь вагонетки. Ну, рейс, скажем так. Просто неправильно перевели на русский язык. Из-за них уже можно цепляться крюком. На эти цели у нас будет использован Баббит Хук. Он падает после полтергаста, но при доге он практически никогда не пригождается. Поэтому, используя мы его будем именно на Яроне. Для того, чтобы быстро цепляться на рельсы. И улетать таким образом от Ярона и его атак. Это можно немножечко попрактиковать. И у вас, мне кажется, все получится. И именно поэтому здесь нужны крылья Сильвы, а не какие-нибудь там элезианские ботиночки. И теперь же повторно встаем в то же самое место, где мы призывали Ярона в первый раз. И призываем его уже во второй раз, но на этот раз не учебный. И начинаем атаковать с помощью нашего оружия. Как по мне, разбойник это один из самых лучших классов на данном этапе игры. Главное, это никогда не останавливаться и летать просто на моментальных скоростях. И используйте релокатор, так же он вам поможет обязательно в этом бою. Возможно, стоит использовать здесь телепортаторы, для того, чтобы быстрее от него уворачиваться, если он на вас прет. Но, в принципе, это уже на любителя. Теперь нам надо спуститься под землю в пещеры, для того, чтобы добыть новую заспавнивавшуюся руду. Скажем так. Делается это с помощью Blossom Peakex. Это самый лучший кирка на данном этапе игры. Ну и теперь мы крафтим следующие предметы. Из оружия это либо сковородочка, она прекрасно подойдет на экзомехаников, близнецов. Серафим прекрасно подходит на Танатаса и на Ареса. Или вот такое вот прикольненькое оружие, крафтится после Ярона. Она тоже интересная. Обязательно крафтим себе Дрэгонфрут и кушаем его. Он дает нам плюс 25 к жизни. Из брони это аурическая броня Теслы. Надеваем. И самые лучшие 7 аксессуаров на данном этапе игры это вот эти вот. Ну и теперь мы возвращаемся к старой доброй генерации батареек. Ставим Cell Factory и собираем с них батарейки. Собрав достаточно, мы ставим базу компьютерную, если вы ее еще не крафтили. Потом добываем с Затерянного моря схематику. И уже теперь имея схему в инвентаре, мы крафтим себе компьютер. И ставим его сюда. Теперь расшифровываем с помощью батареек. Следующую схему, это уже схема с планетоида. Крафтим себе после этого сенсор и ставим на компьютер. После этого расшифровываем схематику из джунглей. Она требует довольно большого количества батареек, но кого это волнует. Расшифровав ее, мы крафтим дисплей. Ставим. Расшифровываем микросхему из ада. Ставим потом сюда эту систему. Расшифровываем микросхему из тундры и ставим Colin Cell. Все, призываем Дрэйдона с помощью контакта. Теперь он позволит нам выбрать одного из трех мехов. Но в принципе нам пофиг, поэтому выбираем Ареса. И уничтожаем его с помощью нашего Серафима. Начинается бой. Ах да, ребят, совсем забыл. Оказывается, Артемида и Аполлон больше не получают удвоенный урон от сковородочки. Так что она бесполезна. Ну и уже теперь, после победы над Дрэйдоном, нам открываются просто огромные возможности в битве с Каламитас. Можем его просто скипнуть, как маленькую девочку из детского садика. Для этого надеваем экзокоробку. Это маунт, который выпадает с этого босса. Берем с собой Целестус, как самое лучшее оружие на данном этапе игры. И самое интересное начинается. Так как мы сидим в экзокоробке и будем сидеть на ней в вечность во время битвы с Каламитас, нам не нужны ни дэш-аксуары, ни на скорости полет. Поэтому это мы меняем на Сердце Дрэйдона. Сердце Дрэйдона дает вам просто колоссальнейшую защиту в этом бою, и поэтому я вам ее советую. И к тому же, вот смотрите, как красиво тут происходит слияние в наших шкалах ярости адреналина. А вместо дэш-аксуара мы можем поставить одно из этих трех. Ну давайте, например, вот это на урон поставим, и все будет прекрасно. И вы просто посмотрите на это. Под 70 тысяч мы можем спокойно развить дамага в секунду. Это если не учитывать какие-нибудь там стелс-атаки. Ну а теперь уже дело техники. Просто берем пепел бедствия, берем алтарь. Сейчас я вам скажу, как он называется, а то мало ли. Вот именно так. A Curse. Ставим его. И призываем саму Supreme Calamitous. В этой битве самое главное, это научиться уворачиваться от Bullet Health. Вот этих вот атак, которые длятся 15 секунд. Это самое сложное, но в принципе, если вы немножечко набьете себе руку, это будет делать даже немного легко. Да, чисто ущербный слава на запас, билайк. Ну и теперь, одержав победу над Верховной Ведьмой, мы можем скрафтить оружие и экипировку для самого конца игры. Ну, во-первых, аксессуары мы меняем только Shattered Community на вот эту вот бесполезную на данный момент штучку. А броню мы цепляемся на себя тень демоническую. И получается, что вот такой вот комплект аксессуаров у меня имеется. Дальше мы берем с собой Terminus и одно из этих трех орудий. Я бы вам посоветовал Аллу Диволицу, потому что самая крутая, на мой взгляд. Ну, а также Sacrifice, как вспомогательное оружие, потому что оно наносит дебаф на наших противников. И не забываем, что мы можем, нажимая на кнопку B, усиливать себя и этот комплект брони. Ну и теперь достаем сюда океана Terminus и начинаем проходить Boss Rush. Один из самых интересных ивентов в этом моде. Ну и на этой, как по мне, прекраснейшей ноте наше видео подходит к концу. Спасибо вам за просмотр. Пишите в комментариях обязательно, что бы вы добавили в этот гайд. Какие тактики используете вы в своем прохождении. И много другое. Какие-нибудь советы для моих подписчиков, которые будут читать комментарии. Ну и вы, новички в Терраре, да и не новички, более-менее опытные игроки. Обязательно читайте комменты, потому что там очень много чего интересного попадается. Ну а на этом все. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих роликах. Всем пока.